В ходе очередного брифинга представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал заявление главы пресс-службы МИД Российской Федерации Марии Захаровой относительно роли Запада в нормализации армяно-азербайджанских отношений. Напомним, что Захарова обвиняла Запад в самопиаре. «Во-первых, мы безусловно возражаем против характеристики наших усилий как самопиара. Нет никакого пиара в стремлении положить конец многолетнему конфликту и многолетним обострениям, которые привели к насилию и в конечном итоге к гибели как армян, так и граждан Азербайджана», — заявил Прайс. Он отметил, что единственная цель Запада — помочь Азербайджану и Армении работать вместе для достижения всеобъемлющего и прочного мира. «Как подчеркнул госсекретарь Блинкен, мы привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Мы предложили обоим лидерам встретиться в любом удобном для них формате. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира», — подчеркнул Нед Прайс. Затем он добавил, что именно поэтому госсекретарь Блинкен собрал министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре. «В конечном счете Армения и Азербайджан должны решить, будет ли приглашение президента Путина провести встречу, полезным для них в стремлении к прочному миру», — отметил Нед Прайс. Представитель госдепартамента США также заявил, что самую большую поддержку суверенитету и независимости стран Южного Кавказа оказали Соединенные Штаты. «Обретение независимости Армении, Азербайджаном и Грузией в 1991 году стало знаменательным событием, которое гарантировало каждой из этих стран право преследовать свои собственные внешнеполитические интересы, независимо от Москвы или любой другой страны», — подчеркнул Нед Прайс. Субтитры создавал DimaTorzok